Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Идет седьмая и восьмая неделя стройки. Сегодня нам заливали ростверк. До этого заливали нам сваи. Ростверк это второй этап заливки фундамента. Это часть свайного фундамента, который соединяет сваечные столбы. И благодаря роствергу нагрузка распределяется равномерно. Радик машину тащит. Геракл. Карина, под машину. Куда ты? Геракл. Геракл. Сейчас он должен найти палки Да, найти палки Давай, чуть-чуть надо Раз, давай Куда? А тут чуть-чуть осталось Здесь чуть-чуть Ну, поэток Глюха, ты скатился назад в другую очередь Я не знаю, я не знаю 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 Это нам такой кафель привезли. Полностью вся баня, будет теплый пол и сверху будет лежать кафель. Это нам привезли для внутренней отделки евровагонку из кедра и для внешней отделки фальшбрус на 18,5 см. Начали после свадочного фундамента готовить фундамент к третьему этапу. Как вы видели, гравием засыпали, потом они засыпали песком, утрамбовали. Теперь на экране каркас бани. Его обтянули тканью изоспаном. Это паровлагоизоляционный материал для защиты конструкции зданий от внешней и внутренней влаги. Как я говорила, фундамент к третьему этапу стали готовить. Как видите, там песок засыпан, потом уже утеплитель положили, такой типа пенопласта. И целлофан, и уже начинают армировочные материалы укладывать, то есть вот эту вот сетку. Сетку потом поставят на такие, на пластиковые ножки. Как видите, баню начали зашивать с внешней стороны плитами ОСБ на 10 мм. Значит, плиты эти сохраняют самые лучшие свойства дерева и применяются в строительстве, в каркасном. Перешли они к утеплению. Как вы видите, все стены разделены на прямоугольники, которые соответствуют утеплителю. Утепляли они каменной ватой в два слоя. 10 мм получилось. Затем будет рейка и еще утепление на 50 мм. Сейчас утеплим в стол, потом прогоним в кусок и еще в полки. Видите, над каждым утеплителем еще небольшой слой, такой вот кусочек заталки. Вот сейчас он внизу, видите, либо вниз, либо вверх, чтобы каменная вата не оседала. В общем, у нас, значит, те, кто купили наш садовый домик, вот, они, значит, надстраивали второй этаж, разбирали крышу и увидели, значит, что, то есть, полностью вот это вот утепление тоже было. Или каменная вата, или мин вата сделана, вот, и она прямо оседает до половины, то есть, наполовину было всего утепления. Поэтому вот наши строители, да, на своей практике используют вот такое вот, в каркасном строительстве делают вот эти прямоугольники. В эти прямоугольники вставляется это вот утепление. Сейчас я показываю, значит, строители делают, замешивают сами бетон, вот, для того, чтобы бетонировать ленту под забор. Это вот с одной стороны они бетонировали ленту где-то в течение двух дней. Позорбуйте, сами мешают, заливая сану. Продолжение следует... Как вы видите, баню полностью зашили плитами USB и начали первый ряд. отделки бани с внешней стороны фальшбрусом. Погода была плохая, то есть, там где-то неделю у нас потом лили дожди. В общем, двигается стройка медленно. То сначала работников не было, потом погода то жарко, 40 градусов, то наоборот дожди лили. Спасибо. 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 Утепление провели только вот в части, часть какой-то вот комнаты. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...